Меня зовут Александр. Моя фамилия немного подсказывает, что мой отец кубинец, моя мать татарка, я же смесь Чингисхана и Че Гевара в одном флаконе. Я на сцене с детского сада, школы, института. И это, видимо, моя особенность, то, что мне дала природа. Я могу спокойно находиться перед аудиторией. И темой моего сегодняшнего выступления должно было быть «Как вести себя на сцене?» Да, кстати, не уходить с красного круга, это мне сказали, надо делать. «Как вести себя на сцене?» Но эта тема уже для меня исчерпена. Мои двухчасовые мастер-классы очень сложно уложить в 15 минут. Я захотел сделать что-то новое, и я задался другим вопросом. Почему для некоторых людей легко находиться на сцене? Для некоторых людей это сложно. Почему некоторые люди выходят и находятся как рыба в воде, а у некоторых происходит косноязычность? Они начинают выражаться, они просто замедляют свое мышление. Поэтому темой моего сегодняшнего выступления будет тема, которая для меня не до конца раскрыта. Я в процессе подготовки сегодня, я вам не рассказываю истину, я лишь указываю вам на путь и на интересный топик, который можно раскрыть каждому из вас. Темой сегодняшнего выступления будет страх. Страх. Публичное выступление для многих — это страх. Я решил разобрать его детальнее. Как он устроен, как он работает и что это вообще такое. Прежде чем начну, я хочу поделиться… Я уйду с красного круга, вы меня простите. Прежде чем начну, хочу поделиться одной шуткой. Да, кстати, никогда не начинайте выступление с шутки. Если аудитории не понравится, вы потеряете свою уверенность, но мне терять уже нечего. Когда я работал в 2014 году на Паралимпийских играх в Сочи, один спортсмен, паралимпиец, который мы играли в шахматы, шашки иногда, рассказал мне анекдот. Только благодаря ему я могу рассказать его со сцены. Он рассказал, Саш, вот смотри, если есть Олимпиады по математике, почему бы не сделать Паралимпиады по математике? В них будут участвовать гуманитарии, а мы им будем аплодировать за смелость. К чему я рассказал эту шутку? Сегодня здесь, находясь перед такой аудиторией и рассказывая о подобных вещах, я чувствую себя как гуманитарий на математической Олимпиаде. Поэтому, надеюсь, вы не простите все мои погрешности. И опять же, сегодняшний мой топик – лишь направление для возле изучения. Итак, страх как таковой. Если вы начнете искать детали и подробности, как он устроен и почему, и что, вы обязательно столкнетесь со следующим словосочетанием. Инстинкт самосохранения. Эти два понятия напрямую связаны. Сразу стоит разделить страхи на три вида. Это биологический страх, угроза жизни. Это социальный страх. Это боязнь или опасение за изменение своего социального статуса. Самооценка личности. Те самые публичные выступления. И экзистенциальные. Это когда вы начинаете думать о вселенной, о времени, о смысле жизни и вообще ради чего мы живем. Один ученый, Уолтер Кеннон, это джентльмен, который подарил научному миру термин гомеостаз в 1932-м, в 1920-м подарил термин «бей или беги», к которому мы приходим, когда инстинкт самосохранения включается. Прежде чем я перейду к более детальному объяснению принципа «бей или беги», я хочу рассказать о паре нюансов. Прежде всего, у каждого из нас есть в мозгу такая часть лимбической системы, которая называется гиппокамп. И гиппокамп напрямую ответственен за переработку кратковременной памяти, за формирование ее из кратковременной в долговременную. И другая интересная часть мозга — это миндалевидное тело. Характерная область, которая ответственна за страх. У людей из болезни урбаховита миндалевидное тело разрушено, и у них полностью отсутствует страх. Хотя недавно появились исследования, что есть какой-то способ их все-таки напугать, имитируя удушье. Но это уже отдельная тема для разговора. Эти два тела находятся очень-очень глубоко в мозгу. Они были сформированы еще на самых первых этапах эволюции. Мы научились бояться еще до того, как стали людьми, до того, как мы научились сжигать огонь. Это базовая наша реакция. И они вшиты настолько глубоко, что это то самое, что в наше время с девайсами принято называть «вшито в прошивку». Это не то, что мы можем удалить. Это встроено, и это не поддается настройкам. Итак, что происходит с нашим организмом, когда мы оказываемся в страхе, когда наш инстинкт самосохранения включается? Полностью происходит перераспределение операционной системы. Здесь я позволю себе метафору, для того, чтобы мы могли дальше оперировать и понимать, что происходит. Представьте нашего предка, который в первобытные времена отодвигает кусты, и прямо перед ним саблезубый тигр. Что происходит? Мозг сразу перераспределяет всю оперативную память. Он выключает все ненужные системы. Он выключает иммунную систему, он выключает пищеварительную систему, он выключает систему кратковременной, долговременной памяти. Вам не нужно помнить, где ваше племя, а где враги, а где рыбы ловятся в тот момент, когда перед вами опасность. Вырубались все ненужные системы, и вся оперативка перенаправлялась на этот механизм. Бей или беги. И наш предок либо бил, либо бежал, либо бил, и потом бежал. И он бежал не куда-то конкретно, он не помнил, куда он бежал, он знал, от чего он бежит, единственное, что было в его голове. И благодаря этому он выжил. А его сородич, который не перераспределял оперативную память подобным образом, у него не хватало реакции, потому что он в этот момент вся оперативка занималась с другими делами, которые были не в приоритете. Страх в наше время мешает нам жить. Как я в начале выступления сказал, мы разделили три вида страха, но организм реагирует на все одинаково. Если это страх, мне без разницы, я включаю защитный механизм. И позвольте я перечислю вам реакции, которые включаются при включении механизма бей или беги. И скажите в конце мне, это хорошо или плохо, и вы поймете, что это не хорошо и не плохо, это в зависимости от обстоятельств. Ускорение мгновенных рефлексов. Хорошо. Повышенное потоотделение. Увеличение сердебиения и частоты дыхания для снабжения кислородом. Вот это одно из самых интересных. Мы запрограммированы, у нас есть предохранитель, который ослабляет поверхностное кровообращение. Почему? Почему мы бледнеем, когда мы боимся? Потому что в нашей коже распределено порядка литра крови, и когда мы забираем этот литр крови, мы предотвращаем кровопотери в случае получения повреждений. Так устроен наш механизм, и так он готов к опасности. Также это замедление, полная остановка пищеварения, расширение кровеносных сосудов в мышцах, остановка слюноотделения и выработки слез, расширение зрачков, чтобы мы могли все видеть. Один из интересных пунктов ослабления при статике кишечника, предотвращающий так называемый заворот кишок и дающий возможность резко двигаться, не боясь, что что-то пойдет не так. Частичная или полная потеря слуха и туннельное зрение. Туннельное зрение, как и туннельное мышление, можно сказать. Вспомните, когда вы уже опоздали на пару или на какую-то суперважную встречу. Вы уже смотрите на часы и вы уже знаете, что вы опоздали. И вы носитесь по дому и ищете очки или ищете ключи от дома. Вы носитесь, ругаетесь самыми страшными словами, которые вы знаете, ищете их нет, их нет, вы ругаетесь больше, и потом вы понимаете, что ключи у вас в руках, очки у вас на голове, и вы все это время держали их и осознавали это. Но ваше мышление и ваше зрение стало туннельным. Вы видели только то, на чем сконцентрировались. И это мешает. К чему я веду? Все это перечислив, это все помогает нам выжить. Это все помогает нам быть быстрыми, сильными и реагировать на опасность. Но это мешает нам, когда мы выходим на сцену, и когда нам надо быть умными. На сцене мне не нужно быть сильным, на сцене мне не нужно потоотделение повышенное, на сцене мне… Да, кстати, один из забавных механизмов, который включает система бей или беги, благо это можно сказать без похабности, это эректильная дисфункция. Она также является одним из обязательных составляющих механизмов бей или беги. Не до этого становится в этот момент. Все перенаправлено на выживание. И когда вы оказываетесь на сцене, да, это вам мешает, но вы ничего не можете с этим поделать. Это химия, и мы все подчиняемся этим правилам. Единственное, что можно с этим сделать, это можно знать. А как вы знаете, знание – это сила. И когда вы знаете ваши сильные стороны, знаете ваши слабые стороны, вы знаете, на что сделать акцент, а где вам нужна подстраховка. Итак, поговорим о способах взять под контроль происходящее событие и всю эту химию. Перед выходом сегодня сюда я принял так называемую позу победителя. Сейчас идет много дискуссий в интернетах, но опять же повторюсь, я пришел сюда не говорить истину, а лишь направить ваше знание. Если вы посмотрите на людей с нарушением зрения, с абсолютной слепотой, которые родились с этим недугом, каждый раз, когда они одерживают победу, им знаком вот этот жест. Жест победителя. Вспомните, все пересекающие черты. Это не связано с культурными традициями, это не связано с чем угодно, даже люди, которые никогда не видели, как другие люди это делают, побеждая делают вот это. Даже вы можете пойти посмотреть приматов, это типичное поведение альфа-самца. Интересно, что механизм fake it till you make it изображай, пока на самом деле не сделаешь. Здесь работает точно так же. Перед выступлением, подняв руки перед собой, просто проведя пару минут вот в таком уверенном состоянии, вы значительно повышаете выработку тестостерона, который придает вам уверенности. И очень значительно, я не хочу удариться в цифры, дабы не обмануть, но показатели порядка 25% сильно снижается содержание кортизола с адреналином. Это наш коктейль стресса, который гипоталамус дает команду надпочечникам дать нам коктейли, когда это все добирается до сюда, все выключается. Поэтому, если вы знаете, что вам предстоит что-то стрессовое, и вы уже вот-вот выйдете туда, не путайте, кстати, страх и тревогу, это требует тоже раздельного рассмотрения, просто поднимите руки, будьте уверены перед собой. Второе, это будьте на готове. Когда вы находитесь в стрессе, опять же, носитесь по дому, пытаясь что-то найти, вы пытаетесь вспомнить, где ключи от дома, куда вы их положили в последний раз. Специально для этого заведите одно место, где они всегда будут лежать. Я знаю, это дурацкий совет от бабушки, который можно получить сегодня на TEDx, кладите ключи в специальное место. Но да, заведите специальное место и знайте, что у меня есть ведерко. Я стащил одну маленькую ведерко из одного ресторана, в котором приносили чек, и там всегда лежат ключи. И каждый раз, когда я в панике вылетаю из дома, пытаюсь понять, где моя расческа, где все мои вещи, я знаю, что мне не надо паниковать перед выходом, я не буду дергаться с ключами, они лежат всегда в этом ведерке. Поэтому для каждой вещи свое место. Приходит стресс, вы точно знаете, где что лежит. Вы точно знаете, где огнетушитель в вашей машине и где лежит аптечка. Третье — это дыхательное упражнение и это йога. Слишком большой топик для разбора сейчас вкратце, но это работает. Изучайте. Вы при помощи правильного дыхания сможете успокаивать себя. Это лишь вопрос той же химии в голове. И здесь я добираюсь до одного интересного пункта. Это нейрометаболические стимуляторы. Довольно спорная тема. Но мы живем в то время, когда мы можем улучшить свои когнитивные способности при помощи различных препаратов. Речь идет о анаотропах. Дело в том, что в конце 60-х, ближе к 70-м, бельгийские ученые открыли такую штуковину, как пироцетам. Пироцетам оказывал стимулирующее воздействие для мозга, но не такое, как амфетамины. Он помогал улучшить мозговую деятельность, но при этом не переводя в состояние организма в возбужденное. Дальше был открыт финибуд, который попал в обязательную аптечку космонавтов и заменил транквилизаторы, которые также действовали, но они полностью выключали, я не хочу использовать термин, мякиш, но это примерно то состояние, в котором оказывались космонавты, пытаясь взять себя и свой стресс под контроль. Финибуд же помогал взять стресс под контроль, сохраняя мозговую активность на том же уровне. В дальнейшем проблема единственная, ноотропы, очень разное семейство препаратов, они предназначены для разных целей. В моем случае, я являюсь, видимо, рекламным брендом каким-то, я использую финотропил. Его преимущество в том, что гематоэнцефалический барьер не пускает пироцетам. Опять же, как популяризатор науки для гуманитариев, объясню следующим образом. Представьте, мозг как ночной клуб, элитный. Гематоэнцефалический барьер это фейс-контролер, который решает, кого туда пускать. И он пускает туда только тех, кому туда можно, самых-самых чистых и красивых представителей. И тут появляется пироцетам, и гематоэнцефалический барьер говорит, воу, пироцетам, дружище, нет, подожди, постой-ка, тебе месяц придется здесь появляться, для того, чтобы я тебя туда пустил. И тут пироцетам возвращается в виде фенотропила вместе с фенильной группой. А фенильная группа, она как диджей в этом клубе. И они приходят вместе, гэб говорит то, что пироцетам, мы, кажется, с тобой говорили. Фенильная группа говорит, расслабься, гэб, он со мной, и говорит, хорошо, ребята, заходите. Поэтому фенотропил начинает действовать сразу. Если вы играете в видеоигры, если вы знаете, что такое РПГ, то если вы хотите бафнуть себе интеллект на плюс два на ближайшие шесть часов, то это именно то, как это работает. Ваши когнитивные способности повышаются, вы лучше формируете, из вашей речи пропадают и попытки прочее вспомнить. Ваш мозг как будто быстренько приносит слова, которые вам нужны. Здесь я говорю только о своем личном опыте, потому что фенотропил, что забавно, находится в списке препаратов с недоказанным действием, но при этом же он находится в списке важнейших медицинских средств и при этом же находится в списке запрещенных средств международным антидокинговым комитетом. У меня там время показывается? Три минуты? Супер. Так, три минуты, на что потратить полезное, что я могу сделать для человечества? Одна фраза, которую вы можете себе записать и которая вам пригодится, потому что, возможно, вы к ней будете возвращаться, рассуждая, как лучше подготовиться или чего не делать. Когда вы оказываетесь в стрессе, вы не поднимаетесь до уровня своего, до высоты своего сознания. Сейчас вы можете дать мне крутую речь или представить что-нибудь, но оказавшись здесь, вы будете работать чуть хуже. Во время стресса вы не поднимаетесь до высоты своего сознания, вы опускаетесь до уровня своих рефлексов. Поэтому сила специального назначения тренирует себя, пока их навыки не будут выработаны рефлекторно. Они не будут думать, что они делают, они будут просто делать. И напоследок кое-что полезное про публичное выступление все-таки. Русский язык создан для того, чтобы убаюкивать. Небольшой вопрос. Кто-нибудь читал сказки детям? Кто-нибудь читал сказки детям? Поднимите, пожалуйста, руки. Вау, супер. Братишкам, сестренкам. Если нетрудно, оставьте руки поднятыми, пожалуйста. Кто читал сказки детям и братишкам? Сейчас опустите, пожалуйста, руки те, кто... Точнее, оставьте руки поднятыми те, кто засыпал раньше детей, читая эти сказки. Видите, как много рук? Просто посмотрите, что много рук осталось. Многие из нас засыпают, читая эти сказки. Дело в том, что, послушайте, русский язык, он создан для того, чтобы убаюкивать. Русский язык, он создан для того, чтобы начинаться сверху и после этого завершаться на приятной, на пониженной ноте. Если я буду так и разговаривать дальше, то очаровательная девушка точно вырубится уже на первом ряду к этому моменту. И это естественно, потому что русский язык так создан. Почему интересно слушать Жириновского? Помимо того, что он всегда несет откровенный бред. Его интересно слушать, потому что, несмотря на то, что говорит он на русском языке, он говорит по-итальянски. Когда Жириновский говорит, он всегда задирает в конце гласные. Когда идет его речь, в конце будет всегда подъем. И это невозможно игнорировать, потому что его речь уходит из стандартного. Когда просто вы говорите на русском языке на одной и той же интонации, не сменяя ни подъема, ни вверх, ни вниз, вы начинаете звучать как холодильник. И вы начинаете игнорировать звук холодильника. И вы его не слышите, пока он не выключится. И вы такие, о, холодильник же работал, как тихо стало. Поэтому интонация определяет все. Последняя фраза, на которой я завершу сегодня свое выступление, это фраза, которой тоже хотелось бы, чтобы она осталась в ваших головах и однажды оказалась полезной. Помните, люди, которые говорят, что не знают страха, либо они вам врут, либо страдают болезнью Урбаха Витте. Мы все испытываем страх. И храбрость — это не отсутствие страха. Храбрость — это умение преодолевать страх. На этом у меня все на сегодня. Всем огромное спасибо за внимание.